Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Сегодня часто на политической арене в умах многих людей возникает вопрос, а какой политический режим более угоден Богу? Монархия, демократия, тирания, может быть, автократия и т.д. и т.п. Однако в наших силах обратиться к текстам Священного Писания. Они не всегда однозначно говорят или положительно выражаются о той или иной форме правления. Нужно сказать, что Богом избранной формы правления не существует, кроме одной — это теократия. И теократия является как бы даром Божиим народу Израилеву после его переселения в землю обетованную. Однако уже при судействе Самуила, когда он уже состарился и поставил своих сыновей вместо себя, в помощь себе, то старейшина Израиля приходит к нему для того, чтобы просить царя, как у прочих народов. Тогда Самуил очень опечалился, и Господь говорит ему следующее. «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, которые будут царствовать над ними». Права, которые объявляет Самуил от лица Господня израильскому народу, они, конечно, из чистой логики повествования, должны были привести народ к изменению своего решения, к отвержению желания жить в монархическом государстве. Однако этого не происходит. Нужно также сказать, что вопрос политического устройства мира не лежит в рамках церковной действительности и церковной ответственности. Политика отдельно, церковь отдельно. Мы вспоминаем с вами слова, которые Господь произносит, говоря «Кесареву Кесарева, а Богове Божие». Что это значит? Значит, этими словами Господь наш Иисус Христос делает революцию, делает переворот. До этого античное общество привыкло, да и древнее общество привыкало к тому, что в руках одного и того же человека, императора, царя, фараона, заключалась и религиозная власть, и власть над совестью человека, и в то же время политическая власть. Христос же разделяет эти две составляющие. Соответственно, власть не может быть над совестью человека. Она не может, как примеры из XX века, как примеры из первых веков христианства, атеистические или языческие государства уничтожали христиан, убивали их, мучили их. Вот это не сфера деятельности власть придержащих, не сфера деятельности политики. Вопрос устроения политического того или иного государства тоже лежит в рамках и в воле народа, который живет в этом государстве. Это может быть демократия, это может быть автократия, это может быть монархия, это может быть все, что угодно, если это не противоречит христианской совести, если это не заставляет меня делать грех, отрицать Бога, отрекаться от Него, попирать святыни, которые есть на моей земле. А какую форму это приобретет, это не суть важно для моего нравственного состояния. Хотя нужно признать, что на протяжении длительного промежутка времени, тогда, когда иной формы правления, нежели как монархической или автократической системы, не существовало, а многие позволяли себе высказывания в пользу именно сугубо монархического отношения. Иногда говорили, это Богом избранная форма правления. Однако вот на примере первой книги царств мы с вами убеждаемся, что нет, это не Богом избранная форма правления.